В числах, в третьей главе, записано родословие. Я хотел его прочитать. Вы высветите с первого стиха. Вот родословие Аарона и Моше, когда говорил Господь Моше на горе Синай, и вот имена сынова Аарона, первенец Надава, Виуд, Илазар, Итамар, это имена сынова Аарона священников, помазанных, которых он посвятил, чтобы священодействовать. Но Надава и Виуд умерли пред лицом Господа, когда они принесли чуждый огонь пред лице Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было. И остались священниками Илазар и Итамар при Аароне, отце своем. Видите, здесь какое-то невъезжание. Посмотрите, вот родословие Аарона и Моше. Кто помнит, что у Моше были дети? Минимум мы знаем про двоих. А здесь перечислены только дети Аарона. Меня всегда вот эта штука очень сильно смущает. Вы знаете, дети Моше не упоминаются в Писании после того ситуации, когда, помните, он шел в Египет вместе с своей женой, с Тепорой, и на каком-то моменте их встретил Господь, и она обрезала детей, чтобы их не погубил этот. И потом мы встречаем еще одно момент, когда уже Израиль вышел из Египта, и услышали народы, что Бог совершил для Израиля и Тро, и Афор, его тесть. Пришел к нему и привел к нему жену и детей. Учитывая, что его детям к тому моменту было минимум лет по 40, по 50. Потому что ему было 40 лет, когда он убежал и женился, а в Митраем он пошел, когда ему было 80. Учитывая, что он женился сразу практически, и по всей видимости, сразу родились дети, то по 35 лет им было. И их нигде нет. Их нигде нет. Я хотел сказать несколько вещей по этому вопросу. Первое. Не все решает родословное. Имеется в виду, ты сын Аарона или ты сын Моше. Но она кое-чего решает. И гены наши, они, я много раз проповедую про это. И особенно, чтобы молодежь это слышала, хотел бы. И старшие тоже. Они имеют память. И то, что мы, как взрослые, проходили, оно где-то влияет на наших детей. И поэтому иногда наши дети могут делать подобные успехи или ошибки. Потому что гены говорят. И вот то, что у Аарона были такие. Но иногда они не говорят, как у Моисея. Видите? Там не проговорило ничего. К чему я это сказал? Молитесь, молитесь и молитесь, чтобы ваши дети через вас, через гены, через Бога, неважно каким образом, получили откровение о Боге. Чтобы Бог их хранил. Молитесь об этом. Это самое большое достояние. Слава Богу, что мы можем собираться как община. Но как это здорово, когда мы можем видеть детей, которые взяли веру и которые возле нас. И если ваши дети где-то отошли, продолжайте за них упрямо молиться. Потому что Бог силен вернуть. Мы только вспомним на минутку 12 колен Израилевых. И там были среди этих 12 балаганы. Но наступил период, когда 12 собрались у отца. Молитесь за ваших детей. Это вот первая такая вещь. Бог сказал, написано в Писании, а они твой народ и твой удел, который ты вывел из земли египетской, силой твоей великою и мышцей твоей высокую. Эти слова для меня просто все время говорят, они твой удел. То есть мы его удел. А когда про нас говорится, говорится не только про тебя и меня, а про всех нас, про наших детей. Наши дети, они тоже удел Бога. Это момент первый. Второй момент. Делайте, что можете делать для своих детей, не пуская вещи на самотек. Мы не всегда можем сделать все. Но что мы можем, мы должны сделать. И Писание, в другом месте, в Туре говорят, постоянно ложась и вставая, наставляя своих детей. Пока есть возможность. И даже если они стали постарше, и кажется, они уже совершеннолетние, по законам общества, 21 или 18 лет, смотря какая страна. Слышали такое выражение в Писании отрок? Так вот, Иаков, нет, Ицхак назван отроком, когда ему 60 лет. Знаете почему? Потому что, если не женился, или не получил наследие, в божественном языке, все равно отрок. Повторюсь, у него уже может быть паспорт, ему могут уже пиво давать в ларьке. Но, пока не женился, и пока у него еще нету наследства от тебя, он еще отрок. Или отроковица, неважно как. Наставляйте и говорите своим детям. И говорите им, что правильно, и что неправильно. И может быть, где-то они, пока у них гильтипешесры, знаешь, что такое гильтипешесры? Вот этот переходной возраст, у них пыль бурлит, и они тебя не хотят воспринимать, потому что они думают, что им только пальцем пошевелите, и весь мир склонится перед ними. Но потом они становятся все равно старше и умнее, и умные услышат. Третье. Полагайтесь на милость Бога. В послании к Ефесянам написано, а тому, который может сделать несравненно больше, чем мы помышляем или просим, слава во веки веков. Здесь ты не поспоришь с этим. Его милость превыше нашего разумения. Я хотел вот сказать из этой вот поражать шавуа. Три вещи. Первое. Молитесь, чтобы ваш опыт с Богом перешел вашим детям, насколько это возможно. Второе. Говорите, пока есть возможность говорить. И третье. Просите о милости с небес. Правильно. Ефесянам 3 глава. То есть, чтобы Бог проговорил к ним больше, чем мы можем разуметь. Это вот то, что я хотел сказать. Просите о милости с небес.